И поиска новых путей и механизмов сотрудничества. Одним из ключевых интеграционных направлений Евразийского экономического союза является создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов и поэтапное формирование общего электроэнергетического рынка. Нам видится необходимым активизировать усилия, направленные на скорейшее решение чувствительного вопроса ценообразования на недискриминационной основе на энергоресурсе и их транзит по территориям государств-членов союза, в том числе и с учетом транзитных компонентов. Особый интерес представляет полноценная реализация цифровой повестки ЕАЭС одного из стратегических направлений нашего сотрудничества. В частности, считаем, что создание собственных евразийских экосистем может способствовать развитию цифровых услуг, увеличению доли услуг в трансграничных товарах союза и обеспечению баланса в регулировании рынка цифровых услуг и связанных с ними товаров. Придаем особую важность диверсификации внешнеэкономических связей нашего Союза. Как не раз мною было отмечено, Армения готова прилагать все возможные усилия, направленные на расширение географии договоров о свободной торговле и поиске новых партнеров. Из других приоритетных направлений интеграции хотел бы отметить необходимость развития и диверсификации евразийской транспортной инфраструктуры, а также повышение уровня доступности, обеспечение роста и устойчивости финансовых услуг и развитие конкуренции на этом рынке. Немаловажным является также усовершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию прав и обязательств граждан-государственных членов, осуществляющих трудовую деятельность и вносящих свой клад в развитие экономик наших стран. Считаем важным также полноценное использование потенциала внутреннего туризма в рамках Союза. Уважаемые друзья, в качестве председательствующей страны теперь хотел бы перейти к вопросам повестки дня нашего заседания. Думаю, выражу общее мнение, что сегодняшнее обсуждение прошло в открытой и доверительной атмосфере. Из обсуждаемых вопросов хотел бы подчеркнуть важность проекта Евразийской сети. Мы этот вопрос скоро будем обсуждать. Думаю, что он будет способствовать увеличению темпов роста и объемов промышленного производства наших стран и позволит создать инструменты для углубления межгосударственных кооперационных связей. Важное значение имеет также совершенствование механизмов трансграничного информационного взаимодействия с надлежащим уровнем безопасности. Как нам видится, необходимо внедрение такого механизма трансграничного взаимодействия хозяйствующих субъектов с органами исполнительной власти, при реализации которого представители бизнеса будут принять национальные стандарты цифровых подписей, а соответствующий уполномочный орган будет обеспечивать авторизацию направляемого документа. Чрезвычайно важным считаем вопросы, направленные на устранение имеющихся на общем рынке барьеров и ограничений, а также на обеспечение необходимых предпосылок для ведения бизнеса в условиях единых правил и эффективного использования логистических и транспортно-коммуникационных возможностей.